Добрый день, что вы, Алексей. В интерволгии я руковожу направление по разработке сайтов. И вот со всеми теми фишками, которые вы слышали от моих коллег, от самого Bidrix, я сталкиваюсь в первую очередь. Поэтому я всегда говорю да, но. Вот сегодня тоже такие тано я вам буду говорить. Расскажу я вам сегодня про технологию композитного сайта. Эту технологию Bittrex выпустил примерно месяц назад. В настоящий момент, вот прямо сейчас, ее можно посмотреть на нашем сайте Interval.ru. Можно зайти и увидеть то, о чем я буду сейчас рассказывать. Bittrex в своих маркетинговых акциях обещает 100-кратное ускорение. Ну давайте разбираться, какое ли оно на самом деле. Забегая вперед, скажу, что ускорение действительно есть. Но для начала нужно немножко теории. Когда-то давно, еще в эпоху, наверное, становления интернета, все сайты были статические. То есть не нужен был программист, чтобы сделать сайт. Просто потому, что сайты не умели ничего, кроме как показывать информацию. Никаких форм обратной связи, никаких корзин, авторизаций, ничего-то не было. Была только страничка, которая вам отдавалась в том виде, в каком ее оставили на веб-сервисе. Зато все очень быстро открывалось. А потом кто-то захотел сделать корзину, кто-то захотел сделать форм обратной связи, дату текущую вывести. Нужно было как-то подвигать сайт, добавить ему живости. Для этого стали использовать серверные языки программирования, базы данных, привлекли программистов. Стали сайты наши динамичные, но, к сожалению, они стали грузиться дольше. И с улучшением технологий люди придумывают все более и более сложные вещи, которые все более и более тормозят загрузку сайта. Например, тот самый умный фильтр. Наверное, за последние года полтора, это одна из самых тормозящих штук. Она крутая, она работает, удобно, но грузится долго. Просто банана, большой объем пересчета внутри. И вторая часть теории, которая вам понадобится, это что такое сама веб-страница и с чего она состоит. Веб-страница — это набор файликов разных типов, загружающихся в определенные последовательности. То есть, когда вы открываете какой-то сайт, это, по сути, запрос. Отдайте ко мне вот этот файлик. Файлик возвращается в HTML. Специальный язык, который понимает ваш браузер. Сначала загружается именно он. Потом в этом файлике находятся все ссылки на картинки, стили, какие-то приложенные, шрифты. И все это тоже загружается. И после этого вы видите страницу на своем экране. То есть, вот так работает приблизительно стандартный сайт. Динамический. То есть, сначала отправляется запрос веб-сервер. Сервер понимает, что от него хотят и начинает генерировать вот эту страницу. Учитывая, что динамик разумевает зависимость каких-то параметров. Например, дата изменилась. В момент публикации последней новости прошло 10 минут. 10 минут и 1 секунда. 10 минут и 2 секунды. На каждом открытии это нужно разные вещи ставить. Вы авторизовались, зашли в свою корзину. У вас товары в корзине какие-то, в корзине какие-то нет. Соответственно, их нужно по-разному пометить. Что этот товар у вас в корзине, а этот нет. Получается, что на каждый ваш вопрос отдается новая, уникальная, и каждый раз создаваемая страница. В результате вот эта вот штука, генерация HTML на сервере, она начинает становиться все длиннее, длиннее, длиннее. В среднем по больнице где-то до, в районе полусекунды на динамических сайтах генерируется вот эта часть. То есть полусекунды вы видите белый экран просто потому, что страница подготавливается для вас, персонально для вас. Потом эта штука загрузилась вся, в ней учатся картинки, стили изображения. И вот примерно вот только после того, как все, большая часть этого всего загрузилась, браузер вам показывает страницу. Вот так эта штука работает. Что сделал Bittrex? Bittrex повлиял на скорость генерации. Вот это и первая часть. Повлияли, за счет чего повлияли, я сейчас чуть дальше расскажу. Пока что оговорка, что быстрее, чем сейчас, с помощью композитной технологии, эта часть производится и отдается вам в вашем браузере, это сделать физически невозможно. Это предел скорости. То есть вот здесь при использовании композитной технологии, так быстрее уже некуда. Но если вы обратили внимание, добавился еще один узел. То есть дополнительно, помимо всего, что грузилось раньше, теперь вам сайт отдает дополнительно ту самую динамическую страницу. То есть кусок вот этого всего, он переполз на второй этап. Что это позволяет сделать? Это позволяет сократить время до того, как у вас отобразится страница. Ровно вот на это время. Вот здесь, в этом дополнительном блоке, приходят те самые динамические данные, из-за которых раньше вам отдавалась персональная страница. То есть ваш логин вверху будет написан, и он придет вот здесь. Содержимое вашей корзины придет вот здесь. Какие товары у вас в корзину добавлены, какие нет, тоже придет вот здесь. То есть сначала вам покажется готовая заглушка страницы, которая показывается всем, а потом, практически незаметно для вас, она достроится персональными для вас данными. Это и называется композитный сайт, композитная технология. Аналогию можно провести с регистратурой. Все вспоминаем, все в больницах были. Вот больные, которые приходят в регистратуру, в наши с вами аналогии, это те самые запросы на страницы. То есть каждый приходит и говорит, дайте мне вот эту страницу, дайте мне вот эту страницу. Есть веб-сервер, где находится ваш сайт. Его задача пойти, найти вашу персональную карточку и отдать ее вам. Композитный сайт позволяет организовать вот здесь вот такую полочку тех страниц, которые уже готовы, уже найдены. Они уже под рукой. То есть когда к вам приходит пациент, ему отдается некая универсальная карточка, а потом заботливый работник регистратуры бежит и доносит ваши персональные данные, когда вы уже у врача в очереди сидите. Вот так возникает ускорение за счет параллельной работы. В результате мы получаем с одной стороны скорость, с которой работает статический сайт, с другой стороны вся динамика, все нововведения последних десятков лет, они сохраняются. Кому это все нужно? А нужно это, по сути, людям и машинам. Людям, это нашим с вами пользователям, которые не хотят ждать очень долго. Следования показывают, что даже самые терпелевые пользователи после 10 секунд ожидания загрузки сайта уходят. Уходят в 100 раз чаще, чем если сайт открывается за 1-2 секунды. Это с одной стороны. С другой стороны, это нужно поисковым машинам. Объясню, откуда это все берется, откуда ноги растут. Яндекс, Гугл достаточно давно уже постулируют, что они оценивают юзабилити сайтов. То есть удобство сайтов. Однажды все-таки одного сотрудника Яндекса прижали к стенке и сказали, что вы понимаете под юзабилити. Они сказали, что скорость работает с сайтом. Потому что Яндекс и Гугл очень быстрые. Когда пользователь приходит на Яндекс и Гугл, он вводит поисковый запрос, моментально получает ответ. Все очень быстро, все замечательно. Но когда пользователь переходит на сайты, которые Яндекс и Гугл показывают в выдаче, вот здесь сайт может начать тормозить. Мы с вами, Яндекс и Гугл, они прекрасно понимают, что это уже другой сайт, это не Яндекс и Гугл, это сайты пользователей. Но в глазах того, кто ищет эту информацию, тормоза остаются в подновлении Яндекса. То есть пользователь начинает ассоциироваться с сервисами Яндекс и Гугл, с той скоростью, с которой открывается предложенный сайт. Именно поэтому Яндекс и Гугл говорят, что если ваш сайт открывается долго, он будет понижен в ранжировании. По разным оценкам разных экспертов, влияние этого фактора где-то порядка одного процента среди всех факторов, влияющих на то, в какой позиции будет ваш сайт. Можно однозначно считать, что если ваш сайт будет открываться за минимальное время или на 10% дольше, разницы для Яндекса и Гугла нет вообще никакой. Но если ваш сайт будет открываться меньше секунды и больше трех секунд, вот здесь уже есть о чем, поисковикам над чем задуматься. Теперь немножко про то, как мы свой сайт переводили. Как я уже сказал, сайт интервал.рум переведен на композитную технологию, и на это потребовалось нам три полных рабочих дня. С тестированием, с подгонкой, то есть сидел программист и устроил до вечера, три дня, все это делал. Делается это несложно, но объем работы просто в количестве элементарных действий, он достаточно большой. Нужно пройти в каждое место, сказать, какая область является статической, какая динамической, какую подгрузить потом, а какую нет. Время загрузки. Вот, как я вам уже говорил, 100-кратного ускорения загрузки добиться невозможно. Здесь коллеги-маркетологи с компанией Bittrex лукавили, мы с ними спорили, и не одни мы. Но, к сожалению, в рекламных плакатах осталась та цифра. Фактически цель немножко другая. Вопрос о том, какую скорость мы меряем. Я сейчас к этому еще вернусь, но глобально вот эта скорость, с которой вам отдается вот этот первый самый главный файл. То есть содержимое всей информации вашей страницы. без картинок, без графики. Вот эта скорость на нашем сайте была порядка 300 миллисекунд без композитной технологии, стала срок 3 миллисекунды с композитной технологией. Ускорение в 6,8 раза. Почему Bittrex со 100? И как они меряли? А меряли они таким образом, что у них сайт находился вот здесь, рядом, на соседнем компьютере. Ну, или со своего же компьютера. То есть они меряли, к сожалению, условия их не приближены к реальности. Поэтому цифра 100 у них была достигнута, даже больше. Фактически цифры немножко меньше, но они тоже достаточно большие. Нужно понимать, что наш сайт, он информационный, информации на нем мало, меняется на редко. И там генерировать не очень много чего можно. Поэтому страница сама по себе генерировалась очень быстро. Если мы возьмем тот же самый тиражник от магазина Bittrex, где намного больше функций, намного больше адреса, он генерируется почти полсекунды. То есть для сайта, который генерируется полсекунды, соответственно, вот здесь будет уже в 10 раз ускорение. А для сайтов, которые по тем или иным причинам открываются 2, 3, 4 секунды, вот там уже будет ускорение в десятки раз. Но оно есть. Мои коллеги, в частности Степан, сказали, что Bittrex самая лучшая система, он готов это любому доказать. Я сталкиваюсь со всеми тонкостями и нюансами работы Bittrex, поэтому на любое ваше выражение, что Bittrex плохая система, я вас поддержу, пожму вам луку. Да. Но, к сожалению, вот так обстоят дела на этом рынке для обозновок, что ни одна другая система, даже при всех недостатках Bittrex, на сотую долю не подошла к тем возможностям, которые Bittrex предоставляет. То есть, несмотря на все свои недостатки, это все еще лучшая система. С очень большим отрывом лучшая система на рынке. Но нужно понимать, какие есть недостатки. К сожалению, смех, как из них такой измерительный. Ну так вот. Технология есть. Она работает, она ускоряет сайт. В случае, если вы используете технологию еще и вместе с такой другой технологией, которую использую Bittrex называть СЕР, это когда картинки, допустим, вашего сайта отдаются с ближайшего к пользователю сервера. То есть, ваш сайт находится физически в дата-центре в Москве, а пользователь к вам нашел из Владивостока. Вот существует сеть специальных серверов, которые хранят ваши картинки, стили, скрипты те самые. То есть, вот эти вот файлики. И они загружаются с ближайшего к пользователю сервера. Это дает ускорение. Особенно при больших расстояниях. Так вот, время на то, чтобы, когда ваша страница отдается пользователю, все картинки, которые там вставлены, они подменились, их адреса, на адреса картинок на ближайшем пользователю сервере, вот это время, оно также для динамических сайтов прибавляется, времени генерации на сервере. При наличии композитной технологии, это сделается один раз, и при последующих открытиях, вот той самой готовой, лежащей рядом карточке в регистраторе, вот это уже будет сделано. Его не нужно будет делать повторно. Едем дальше. Любой сайт, созданный в сделанной Абитиксе, в любое время, можно сделать композитным. Как показал опыт нашего сайта, это можно привести где-то от 5 до 10 часов. Сильно зависит от функциональности сайта. То есть, насколько много в нем различных типов информации. Есть корзина, нет корзина, есть каталог, нет каталога. То есть, чем больше динамической информации, тем дольше просто это переводится. Перевести можно любой сайт. И поисковики вас будут любить больше. Это уж точно. Особенно, если у вас до этого сайт открывался медленно. То есть, объективно медленно. Но если ложка идет в этом все. Во-первых, ряд технологических окончаний. Например, при подгрузке вот таким способом дополнительной информации, ряд браузеров, всеми нами любимых, любимых, таких как антаржных слов, девятой и ниже версии, они начинают глючит. Вот из-за таких глюков намеренно вот в этих браузерах эта технология будет отключена. То есть, у вас будет работать тот самый динамический сайт, который будет грузиться столько, сколько он грузился и раньше. Для тех браузеров, которые нормально с этим работают, а их большинство, то есть все, кроме вот этих, они получат реальное ускорение. Яндекс.Гугл – это поисковые роботы, и они вот в это число не попадают. То есть, Яндекс.Гугл тоже увидит ваш сайт, что ваш сайт открывается очень быстро. Едем дальше. Идеальная настройка вот этой технологии возможно только, если у вас профессиональный сет. Объясню. Настройка вашего сайта на композитную технологию тоже бывает изменения ряда параметров вот той машины, на которой это все работает. Разделяемые хостинги, которыми почти все всегда пользуются, кроме самых больших, самых нагруженных магазинов, они не хотят давать никому возможность лезть и менять какие-то их конфигурации. Они сделаны раз и на века. Композитная технология будет работать, но будет ряд нюансов. Например, очень старые браузеры будут вам периодически показывать старую версию страницы. Это связано с кэшированием, с ходами ответа. Я кому интересно, могу отдельно рассказать. В общем, иногда бывают задержки в кэшировании. То есть вы иногда можете увидеть устаревшую информацию при работе композитной технологии на разделяемом хостинге. Ну и это все-таки еще не брацеря. Про брацерю. Кто видел вот когда-нибудь вот такую картинку? О, даже люди видели. Отлично. Кто не видел, расскажу. Это диаграмма, по сути, водопад, как загружается ваша электраница. Вот эта вот синенькая часть, это тот самый шлем эльфайли, про который я сегодня уже много говорил. Это желтая часть, маленькая. Это те самые динамические данные, которые погружаются. А вот это все остальные файлы. Сначала стили, скрипты, которые заставляют ваши карусельки двигаться и листаться, картинки, которые у вас расположены на этой странице. То есть только когда большая часть этого всего загрузится, крайне то, что в видимой области экрана, страница отобразится. То есть вот до этой черты у вас страница не отображается. Вы видите белый экран в сайте. И вот здесь есть время. Каждый на своем сайте, в принципе, может померить. Есть специальные сервисы, можно в Яндекс.Метрии посмотреть, такие похожие отчеты. Так вот, бирекс повлиял только на один из параметров этой диаграммы. Это вот темно-синяя часть первой строки. Что за остальные части? И что еще по-хорошему нужно учитывать при оценке скорости сайта? Ну, во-первых, есть какие-то сетевые задержки. Когда вы открываете ваш сайт, вы вводите адрес сайта. А в интернете, вообще говоря, все общение, вся адресация происходит по другим адресам. Это называется IP-адреса. Так вот, чтобы понять по имени вашего сайта, на каком сервере он находится и куда стучаться дальше, происходит определенное время на поиск этого сервера. Дальше происходит подключение к серверу. Происходит отправка запроса. И только потом начинается производство страницы на сервере и отправка ее вам обратно. То есть вот эта сетевая задержка, она есть везде, есть всегда, и от нее никуда не уйти. Дальше. Есть вот этот самый водопад. Есть технологии, шагов, методик, как сделать так, чтобы этот водопад заканчивался раньше, чтобы больше действий шло параллельно. Вот это называется уже клиентская оптимизация. Делать это можно. Бирекс умеет не все из этого. Мы с ними ругаемся, скоро добьем их, будет можно все. Но пока что, обращаю ваше внимание, что мы влияем только вот на один маленький параметр. Этот параметр дает ускорение, вот на нашем сайте, дал ускорение именно вот этого маленького этапа в шесть раз. Но на общей скорости загрузки сайта, то есть времени от того, как вы ввели адрес, и до того, как у вас отобразился сайт, происходит намного больше. Поэтому фактическую скорость ускорения сайта от этой технологии, если у вас сайт и так открывается очень быстро, вы не заметите. Если это открывается долго, этот прирост будет очень большой. Посмотреть это все можно в современных правилах, таких как Google Chrome, на таких картинках, а можно в Яндекс.Метрики. Есть специальный отчет, мониторинг, скорость загрузки сайта. Вот все эти числа, которые я приводил, ну вот эти вот, без композиций, чтобы их увидеть в Яндекс.Метрики, нужно обязательно указать, что мы хотим посмотреть, скорость ответа сервера. Вот в ЕДА здесь у нас проходит базовая линия. Здесь в зависимости от того, сколько людей заходило на сайт, как хорошо себя репсервер чувствовал, там конфигурация его менялась. Показатель может прыгать, но после того, как была включена композитная технология, все это пошло на спад. То есть ускорение есть, но в общем масштабе увидеть его не на всех сайтах получится. Кто это делает, кто это может. По сути, может это делать любой партнер, один из BITX, если партнер сделал хотя бы один сайт на композитные технологии, ему дают компетенцию, композитный сайт. Вот в Волгограде, интерволка, пока что единственный партнер, который такую компетенцию заработал. По ИФО, есть еще в Краснодаре один партнер, и четыре партнера в Ростове. Все остальные пока не подтвердили свою компетенцию по данной технологии. Ну и последнее. Эта технология является запатентованной. То есть BITX оформил Рост патент на использование этой технологии. В других системах управления сайта, если она и появится, то не в этом виде, а не в этом виде ее сделать крайне сложно. Поэтому ждать особо на других CMS этого не стоит. Если вы используете эту технологию, она для всех сайтов бесплатная при размещении вот такой кнопочки где-нибудь в подвале сайта. Быстро за ним разберемся. Если кто-то не хочет такую кнопочку размещать, это стоит 30 тысяч рублей. Вот такая еще одна маркетинговая акция от наших уважаемых коллег. Вот, собственно, основные вещи, которые я вам хотела рассказать. Делать нужно, но делать нужно с умом. Посмотреть сначала, насколько быстро или медленно грузится ваш сайт и принять решение. Всем спасибо. Готовы к вопросу. Ну, допустим, композитный сайт, я так понимаю, разделяется просто логика на серверную часть, на клиентскую. То есть, по сути, клиент будет динамически подтягивать необходимые ему данные. Правильно? Да. Он сразу одним махом подтянет все, что ему нужно, чтобы показать динамику. И возникает такой вопрос. Допустим, у меня есть интернет-магазин, и мне важно, чтобы в Яндексе, в Гугле и система поисковая знали, что я продаю. А данные, которые на сайт подтягиваются, они динамические. И вопрос, как поисковики, они, по сути, как они себя ведут? Я думаю, вы понимаете. Да, я понял. Я понял, о чем вопрос. Смотрите. Отдается двигая все сайты, что рядов для роботов, другая для пользователей? Смотрите. Берем тот же самый пример с регистратурой. Вот пришел запрос, неважно от кого, от Яндекса, от Гугла, от пользователя. Пришел запрос. Кто-то хочет открыть вашу главную страницу. Что делает сайт? Он смотрит, есть у него вот здесь в папочке эта страница, универсальная для всех, или нет. Если нет, он генерирует ее, сюда кладет и отдает. Если есть, он ее быстро отдает, а потом бежит, дотягивать нужные данные. Так вот, Яндекс, Google и так далее, и все неавторизованные пользователи увидят одну и ту же версию страницы для неавторизованного пользователя. Ту страницу, которая последний раз была сохранена на диск. То есть, контент весь там будет. Если сказать, что в каталоге в списке товаров, динамический контент это сам список товаров, то Яндексу и Гуглу отдастся тот же самый список товаров, как каким бы его увидел неавторизованный пользователь. Неавторизованный пользователь он тоже такой же авторизованному тоже такой же отдастся но потом все что должно быть динамически для этого пользователя авторизованного оно подменится на то что предназначено именно ему то есть базовая версия крови на всем есть дополнительная информация в зависимости от вас поисковики будут именно актуальны актуальны версию страницы для не просто обычно сингл-пэйджи проблема есть то что с точки зрения серого как поисковики будут воспринимать динамические сайты точно так же как если будет как есть когда вы откроете сайт в режиме не авторизованного вот еще также у меня поисковики со всеми теми же данных у вас увеличилось время работы именно программистов если вы разрабатываете сайт здесь настройку серого 5 10 процентов от времени всего проекта что вот и вот что вот эта часть сайта она статическая динамическая статических динамической почему у нас три дня получилась если там пролезть весь сайт интервал и там очень много разных видов контента где-то есть комментарии где-то есть отзывы где-то есть форумы какие-то записи на семинар портфолио блок много информации поэтому нам пришлось во многих местах вот эти вот вещи вставлять работа это не очень сложная просто она на на каждое место нужно поставить определенный код сюда не обладать информации какие серверы будут перспективно предоставлять данную слуху чтобы настроены будем сервера по данным технологиям я объясню даже сейчас даже разделяем костинги это все работает работа работает быстро для идеальной работы разделяемый костинги будет так настроить никогда ну вот ближайший год я не знаю того как как его какого-то костера который бы так сделал это достаточно узкие внесения изменений настройку сервера для каждого сайта для каждого сайта подстраиваться костинки не хотят поэтому вот совсем идеально только на выделенном сервере или дотоле мышки наш сайт находится на обычно разделяем костинги два раза было был замечен глюк с тем что отобразить но новая статья в блоге не отобразилась только у одного человека за месяц компьютер открывали здесь одна карта и другая просто проходит какое-то время и как и страница обновляется продолжаешь хотел сказать покупают открытость и честность докладчиков всех как она есть так и есть мы хотели все таки один момент затронуть почему 1с битрикс нужен хорош и важен очень многие люди начинающие свой путь в тех технологиях пользователи программисты как бы соединяет все в одно или сводит создание созданию сайт то есть создали сайт а дальше оно как-то становится себе и живет и вот и должно жить совершенно не понимаю и подключение не отдавая ту важность жизни сайте то есть сопровождению сайта из докладов окажется если здесь присутствующие свои а может задираешь их на листа представляют сейчас что сайт это сложный достаточно эггломерат программ инженерного такого искусства технологии смеси сочетаний и комбинаций может быть очень много развитие любое развитие сайта сопровождение требует участия специалистов инженера программистов и связи с этим чем хорош именно 1с битрикс из всех тех минусов которые у него тоже есть то что есть сообщество инженеров сертифицированных я сам не являюсь ни поклонников ни сертифицированных тем не менее надо отдать должное чтобы быть объективным которые конкурентной среде даже вынуждены повышать свою квалификацию чтобы поддерживать эти сложные системы и силу этого у заказчика если смотреть есть всегда выбор и у исполнитель всегда есть дополнительная или именно даже вентиляция а стимул держать и вот это он выигрывает все то есть вот личная экономика вот здесь в технологиях работают спасибо не позвать вам ничего я больше не вижу активных рук дайте я чуть-чуть резюме но во первых вы безусловно убедились что самый умный у нас конечно алексей то есть да самый грустный но он ближе к земле чем мы с сашей он все это делает а мы вас в основном разбиваем и значит я коротко просто скажу про композит делать это можно делать это можно вообще говоря это несложно и для интернет-магазинов особенно рекомендуется оптимизировать для начала всего три страницы главную карточку товара и страницу поиска потому что именно они индексируются поисковиками именно они интересуют пользователей и перевести эти три страницы можно быстрее чем мы потратили три рабочие дня у нас пока нет цифровых данных о том как это влияет на индексацию слишком мало времени прошло вы знаете поисковые машины не так часто переиндексируются и сайтов приведенных на композит пока далеко не тысячи это вот волна идет только сейчас она набирает свой оборот ну я все-таки не могу держаться и ответить на вопрос по поводу того почему битрикс нужен не для сайтов портал ну во первых а что другое вот реально в каждой задачи можно сесть и покопаться вот и вторая вещь просто деньги посчитайте стоимости сайта обычно стоимость лицензии на битрикс особенно большого проекта она просто теряется то есть действительно крупный проект который годами развивается долго делается рекламируется он обходится не в 25 тысяч рублей он обходится намного дороже потому что он платит который с этим сайтом работает платить и платить и платить и вы все равно будете кому-то ее платить но в случае с битриксом когда этого программиста трамвай переедет вы возьмете с рынка труда следующего будет спокойно работать если вы программист извините да но я тоже знаете честно мы одним мир мазанное вот мы все трое по образованию программисты просто должности у нас разные но тем не менее мы хорошо это понимаем сами писали код сами поддержали чужую прекрасно понимаем что это такое это реально необходимо для бизнеса не зависит капризов сообщества мина извините можно вас перебью но есть такой очень хороший маркетинг выход есть такая очень известная студия артемия лебедева и насколько мне известно они пишут на вот в чем они сделали хитрость то есть парсы могут поддерживать только сотрудники студии артемия лебедева ну по сути они просто тот круг заказчика в котором они сделали сайты являются единственными что они привязали к студии артемия лебедева с конским ценником таким странным способом себя ну парсер еще и нельзя на другой спорте не забрать например парсер работа теперь я просто говорю что не просто такой хитро и ампортительный вопрос смотрите еще раз просто чтобы вы понимали я не буду даваться в подробности вот я всегда говорю и буду говорить надо вести себя прилично если ты оказываешь клиенту услуги не надо зашивать туда что-то что не позволит ему от тебя уйти ну это просто свинство ну понимаете да то есть это как там не знаю вышел из дома на всякий случай запер все кто там сидел ну зачем так делать мы ведем себя прилично и считаем что мы должны говорить правду доклад алексея этому подтверждение мы не верим 100 икс и поэтому это озвучим это первое второе тоже чтобы вы понимаете интерволга существует двенадцатый год вот одиннадцать лет было полтора месяца назад из них тут последние пять мы работаем системе битрикс мы выбрали совершенно сознательно сели долго чесали голову друг другу каждый себе ходили другого в угол и думали а как же делать теперь сайт и мы совершенно осознанно хотите почитать у меня на сайте есть три статьи их общий объем 42 страниц текста кому сильно нечем заняться можете почитать но они очень посещаем и читать почему мы это сделали там реально все все плюсы и минусы битрикс она такая не очень позитивная там какие-то язвы слова но это совершенно нормальное решение вот как минимум наш отдел разработки плюс я и плюс саша свято верю в битрикс это наверно двенадцать не самых плохих айтишников нашего города по выбору разработки так вообще давайте просто поймите на это просто взорское решение мы подумали и решили я думаю что многие к этому решению придут нет есть исключение сайты типа авито не надо делать на битрикс надо взять приятный программистов 45 человек как у них на самом деле есть посадите в турции и после не танкует вот такое решение дешево а